Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Добрый день, зрители, которые смотрят наш вебинар в записи. Наш сегодняшний вебинар «Инструменты онлайн-обучения» в ЭБС Университетской библиотеке онлайн. И мы приступаем, собственно, к нашей сегодняшней теме. Прежде всего я хотел бы отметить, что ЭБС и онлайн-обучение – это очень связанные темы. Ну и начнем, собственно, с традиционного слайда, которым я обычно предваряю рассказ о нашей ЭБС. ЭБС – это о том, что мы всегда нашу ЭБС, нашу электронную библиотеку, университетскую библиотеку онлайн, позиционировали как нечто больше, чем ЭБС. Больше, чем ЭБС – это один из наших слоганов. Вот, и вот тут приведены некоторые пункты, по которым мы, собственно, больше, чем ЭБС. Мы изначально ставили целью агрегировать не только учебные издания, не только издания вообще традиционные, но и различные формы электронного контента, в частности, мультимедиа-контент. Мы интегрированы с большим количеством других сервисов. Ну, одна из главных интеграций – это наша интеграция с антиплагиатом. У нас есть дополнительные мультимедийные проекты, мультимедийные издательские проекты, открытые абсолютно, такие как ArtPortal Encyclopedia. Мы реализуем концепцию печать по требованию с тем, чтобы по необходимости печатать те книжки, которые у нас представлены в электронном виде. Мы работаем с нашими авторами, продвигаем их в ринсы. Ну, и, наконец, в состав проектов компании DirectMedia входит DirectAcademia – это то, где вы сейчас находитесь. Это онлайн-школа и площадка для проведения бесплатных вебинаров. Давайте пройдемся по некоторым пунктам. Вот, например, по таким пунктам, как другие формы электронного контента, мультимедиа-контент. Мультимедиа-контент, как правило, тесто связан с понятием онлайн-обучения, потому что онлайн-обучение часто основано именно на мультимедиа-контенте. Собственно, та форма онлайн-обучения, которая основана исключительно на текстах, она... ну, то, с чего начиналось онлайн-обучение 20 лет назад, она отходит в сторону, уступая другим формам. Сейчас наиболее... наиболее развитыми формами онлайн-обучения является, конечно, мультимедиа-обучение. Вот, поэтому тот мультимедиа-контент, который у нас присутствует в ЭБС, является прямым... прямым способом для того, чтобы использовать его в онлайн-обучении в своих собственных онлайн-курсах. У нас присутствует много различного мультимедиа-контента. Это... иллюстративный материал, большое количество иллюстративного материала, в частности, карты, карты исторические, карты различных периодов, туристические карты, карты экономические и прошлое, и прочее. Карт достаточно много, их можно скачивать, ну, как любую картинку использовать, они даны в высоком разрешении. Эти карты, сразу скажу, они не для повседневного использования в жизни, как мы привыкли с картами Гугла или Яндекса. Они носят частный характер, ну, вот как раз покрытие ими вот этого частного интереса и является основным преимуществом карт. Другой мультимедиа-контент, который у нас есть, это аудио-контент. У нас есть достаточное количество электронных изданий в аудио-формате. Аудио-формат достаточно популярен сейчас. Популярен он потому, что позволяет использовать издания в тот момент, когда заняты руки, когда вы делаете что-то другое, едете в транспорте или в своей машине или еще в каких-то ситуациях, когда работаете, занимаетесь физическим трудом, спортом и так далее. У вас наушники, может в это время аудио-контент воспроизводиться. Аудио-контент существует в том числе и в форме аудио-учебников. И аудио-учебники, конечно, возможны не для всех предметов. В основном для гуманитарных предметов. Но для этих предметов они достаточно хороши, потому что вполне можно воспринимать гуманитарную информацию, вполне можно воспринимать на слух, в отличие от технической информации. Хотя и техническая информация в некоторой части, там, где не используется формульная информация, ссылки на какие-то таблицы и странички, это так. Наконец, у нас присутствует достаточно большое количество учебных роликов в свободном формате. То есть те ролики, которые были выложены в свое время, либо под лицензией Creative Commons, либо под стандартной лицензией YouTube. Вот, они собраны в большое количество тем. Для обучения там вы найдете темы, как вузовские, так и школьные. Ролики от нескольких секунд до нескольких часов. Например, проведение какого-то краткого опыта, либо какая-то видеолекция. Два совершенно разных жанра, но они вот тоже присутствуют. Вот, и этот мультимедиа-контент уже напрямую является онлайн-обучением. Вот, ну, по крайней мере, в таком расширительном толковании. Про Директ-Академию я много говорить не буду, только в конце нашего вебинара сегодня скажу, поэтому пропущу это. Ну, собственно, перейдем в нашу библиотеку и посмотрим один из самых используемых слайдов. Одну из самых используемых страниц – это страница предпросмотра конкретного издания. Конкретное издание, ну, всегда в электронной библиотеке работа состоит из двух основных частей. Поиск или подбор, который осуществляется при помощи развернутой системы каталогов, либо при помощи поиска. Вот, и потом работа со списком, выданным списком. Вот, уже, собственно, подробный подбор, ознакомление с самим материалом. Да, это второе, третье, да, третье – это, собственно, самоочтение. Так вот, мы говорим о втором этапе – это ознакомление с тем списком, который мы получили с выдачей. Вот, как правило, там несколько десятков различных изданий, изданий, и из них мы должны выбрать одно, два, три, которые действительно будем читать. Вот. Ну, и вот так выглядит страница предпросмотра, на которую вынесено большое количество интересной информации. Много кликабельной информации здесь, дисциплина, жанр, издательство. Также есть кнопки, кроме кнопки «Читать», есть кнопка «Выберите действия», в которой можно с этой книжкой что-то сделать, например, положить на книжную полку, о которой я чуть попозже расскажу. Ну, здесь есть еще один важный момент, момент, который также важен и в электронном обучении. Это, собственно, ссылка на само издание. В этом месте я обычно говорю про то, что эта возможность просто взять ссылку и перенести ее в свой документ является, с одной стороны, естественным, а с другой стороны, очень важным свойством электронной библиотеки, потому что она поощряет правильный стиль составления документов, учебных работ и научных работ для молодых ученых. Библиография сама по себе является часто, в частности, составление списков литературы, списков источников, является камнем преткновения для молодых ученых, потому что одно дело собственная деятельность, научные идеи, научный метод и другое. А другое дело то, что в конце концов приходится писать статьи, монографии, ну, для студентов рефераты, эссе, и в них нужно ссылаться на что-то. И вот часто люди не ссылаются на какие-то работы и после подвергаются обвинениям в плагиате не потому, что они не хотят цитировать, а потому что не знают, как цитировать, да, как правильно обозвать тот источник, который используется. И вот способ, когда им помогают это сделать, позволяет это прямо копипейстом перенести, а потом уже начать анализировать и потихонечку начинать научать их делать это уже в ручном режиме, является достаточно правильным выбором, и мы его реализуем в университетской библиотеке онлайн. То же самое касается и списка литературы. Вот видите, тут ниже есть тоже кликабельная область, по которой можно кликнуть и выпадет список литературы, если он, собственно, присутствует в самом источнике. И из него то же самое можно взять какие-то книжки, которые вы хотите процитировать. Сама, собственно, читалка. Не буду говорить об электронном чтении с экрана гаджета или компьютера как об одном из основных атрибутов электронного обучения. Это и так понятно. Коснусь здесь некоторых возможностей, которые вы можете использовать непосредственно в электронном обучении. Одна из таких возможностей сосредоточена в той области интерфейса, которая помечена цифрой 3. Во-первых, рассмотрим два значка, самый правый и самый левый. Самый правый значок с надписью PDF позволяет вам скачать кусочек книги, до 10% книги в формате PDF, с тем, чтобы вы его потом самостоятельно могли прочесть на своем компьютере. Но это действие не позволяет вам этот кусочек вставить без изменения в какой-то ваш труд. Это будет считаться уже нарушением авторских прав. То есть этот путь, он не для электронного обучения, это путь для вашего собственного ознакомления. И ему в некотором смысле противопоставлен способ взятия кусочка текста для вставки в свою собственную работу. Это самая правая кнопка, прошу прощения, самая левая кнопка в области 3. И вот при помощи нее вы можете взять код и вставить до трех страниц текста книги, издание в любое место в формате HTML, в свой блог, в свой электронный курс в какой-то системе дистанционного обучения, на сайт вашего вуза и так далее. И это не будет нарушением авторских прав, потому что эти до трех страниц вставляются внутри нашей читалки. То есть любое обращение пользователя к любой странице этого издания будет у нас посчитано как страница, и эта страница будет отмечена в личном кабинете автора или правообладателя, и, соответственно, этому правообладателю будет выплачено соответствующее вознаграждение. Вот эти кусочки по три страницы можно брать сколько угодно раз. То есть вы не ограничены в количестве таких вставок. Как это делается? Нажимая на эту кнопку, вы получаете вот такой вот код. Сначала пишете диапазон страниц, и внизу вы видите либо ссылка URL, в этом случае просто на новой странице появляется, читалка с этими тремя страницами, либо код для вставки просмотра. В этом случае вы просто используете код iFrame, который вставляете в свой HTML туда, где вам это надо. Вот. Почему это так сильно связано с онлайн-обучением? Потому что на этой основе, на основе многих книг, вы можете делать свое производное произведение, просто компонуя некоторые страницы разных других учебников и сопровождая их своими комментариями и так далее. Ну, разумеется, текстовая ссылка на данные учебники тоже необходима, вот, но такой подход, он вполне допустим в обучении, вот, и производство онлайн-курсов на основе таких вот кодов-вставок, оно тоже вполне допустимо и лежит в правовом поле. Вполне можете делать такие вещи. Книжная полка — это один из инструментов, очень удобных для передачи информации между преподавателями и студентами. Ну, вообще, формирование неких списков литературы внутри ЭБС — это важная вещь. С одной стороны, книжную полку могут использовать любые роли, то есть любой преподаватель, библиотекарь или студент может сформировать свою собственную книжную полку и положить туда любое количество изданий из ЭБС. Книжная полка — это просто отложенные издания, которые вы хотите почитать. То есть неудобно же каждый раз выбирать книжку из тех полутора сот тысяч книг, которые есть в ЭБС, да, лучше отложить свои книжки в сторону и читать их, когда вам необходимо. Книжных полок может быть сколько угодно, то есть вы можете их называть, дублировать, и они могут частично перекрываться, могут быть совершенно различными, это очень удобно. Но главное преимущество для онлайн-обучения заключается в том, что книжной полкой можно делиться. То есть если вы преподаватель, то вы можете этой книжной полкой, своей книжной полкой поделиться, например, создать книжную полку для своего предмета, который вы преподаете. Библиотекарь может создать книжную полку, ну, например, для новичков, для первокурсников, и поделиться со всеми первокурсниками этой информацией. Поделиться можно разными способами, если у вас в вашей версии ЭБС вы полностью заполнили все, что надо, в том числе и структуру, задали структуру вашего вуза вместе с группами и принадлежностью групп к дисциплинам и к преподавателям, то в этом случае автоматически эта полка становится доступна студентам данного преподавателя. А вот если же нет, то все равно есть способ разделить эту книжную полку просто по ссылке. То есть опубликовать ссылку на эту книжную полку, и все, кто эту ссылку будет иметь, будут иметь доступ к этой книжной полке с определенным набором электронных изданий. Вот. Ну, я уже говорил, что возможно дублирование, передача ссылки, быстрый поиск. А, ну, если у вас много книжных полок, то есть еще поиск по книжным полкам. Вот. Тоже удобная вещь. Еще одна тема – это интерактивные тесты в ЭБС. То есть в нашей ЭБС есть то, что называется тестовый движок. Как правило, тестовые движки есть в различных системах дистанционного обучения, но у нас он тоже есть. Он своеобразный. Он поддерживает основные виды текстовых заданий. Тестовых заданий, прошу прощения. Вот как это выглядит уже с точки зрения конечного пользователя. Если к какому-то изданию есть тест, да, я обратил ваше внимание, что он немножко необычный, потому что у нас тесты существуют не как отдельные сущности, они привязаны к каким-то изданиям. Вот. Если к изданию есть тест, то он появляется, вот здесь вы видите, желтым подчеркнуто, он появляется в списке вкладок, библиографическое описание, аннотация, содержание. Появляется также вкладка «Тесты к изданию». Также тест появляется в самой читалке. В конце вот здесь вы видите в электронном, в увеличенном виде нижняя панель читалки появляется, справа тоже «Тест к изданию». То есть можете читать издание и перейти непосредственно от него к тесту. С точки зрения преподавателя доступ к возможности создать теста, он осуществляется по... он не открыт по умолчанию в роли преподавателя, он требует запроса. Но по запросу всегда выполняется. Итак, преподаватель, который хочет сделать тест, отправляет нам письменный запрос в любой форме, и ему открывается этот функционал. Функционал примерно вот такой вот. Вы создаете тест к одному из изданий. В вашем конструкторе в процессе создания тестов отображаются только ваши персональные тесты. Вы не можете зайти к другому преподавателю и исправить его тест, а можете только видеть свои тесты. Ваши тесты всегда будут доступны вам, но общедоступными они становятся только после модерации. То есть после того, как они прошли, ну, во-первых, некую первичную редактуру минимальную, а во-вторых, когда их посмотрели, ну, скажем так, тестологи с точки зрения правильности, тестологической правильности этого теста. В этом случае тест открывается для общей уже работы. Так, вижу вопрос, можно ли использовать тесты не как тесты, а как тренажеры. Нет, тренажер – это все-таки особая вещь. У нас реализован, сейчас вы увидите, у нас реализован движок в более-менее таком стандартном виде. Допустимы четыре вида тестовых заданий. Ну, сейчас увидите. Что означает запись захват теста? Захват теста – это просто… Прошу прощения, здесь просто название тестов, они… Ребята, которые мне предоставили эти скриншоты, это тесты… Ну, тестовые тесты, что ли, да? То есть это тестирование самого движка, поэтому название тестов может быть какое-то не очень правильным. Поэтому не обращайте внимания. Вот эти синенькие тексты – это название тестов. Что еще можно сделать? Как я уже говорил, у нас тесты привязаны к изданиям, а внутри издания тесты можно привязать к структуре книга, к структуре учебника. К разделу, подразделу и так далее. Между разделами и подразделами возможно перемещение вопросов. Если вы случайно вопрос в другой раздел поместили, их можно перемещать. Вот здесь как раз про это говорится. Вот простой интерфейс, который это позволяет сделать. Вот традиционная тетрада, да, наверное, надо сказать, четыре традиционных варианта тестовых заданий, которые у нас поддерживаются. Это multiple choice, выбор одного или нескольких вариантов из многих. Это тестовый ответ или по-другому, текстовый ответ или по-другому тестовые задания в открытой форме. Это вариант на сопоставление и на установление последовательности. Я думаю, что там у многих из вас первичная тестологическая подготовка есть. И вы знаете, что, в принципе, к этим четырем вариантам можно многое, ну, больше и не особо надо. То есть, конечно, интересно и другие элементы иметь, например, там выбор областей, картинки и так далее. Ну, все это достаточно уже носит дополнительный характер. А вот эти четыре базовые варианты тестовых заданий, они считаются основными. Нет, вообще, как бы, вот это вот в открытой форме, вот я бы вообще не стал, я бы запрещал такие вопросы делать. Они полезны в крайне ограниченном числе случаев, когда ответ цифровой, надо дать число какое-то, когда ответ буквенный или в крайнем случае это слово, короткое, некое короткое слово, да, ответ в виде развернутого предложения и даже словосочетания недопустим, потому что никакой искусственный интеллект, конечно, не проверяет, и, как вы говорите, живой человек это не оценивает. Вот, поэтому использование этого варианта тестовых заданий всегда на, находится на совести автора теста, и совсем без него плохо, да, то есть в некоторых дисциплинах он вполне себе допустим. Например, когда языковые тесты, когда надо вставить одну-две буквы куда-то, да, и можно вставить так, так или сяк, да, вот, но в принципе лучше, лучше обходиться без, без него. Во вкладке сервиса на этой книжной полке. Странно, а это не во вкладке сервиса, книжная полка, она появляется по, после того, во-первых, как вы выберете какое-то какое-то издание, должны нажать на... А, вот там вот, а может, возможно, надо просто сначала создать хотя бы одну книжную полку, вот, и после этого появится. Если что, давайте я ваш вопрос передам в нашу службу поддержки, может быть, конкретно у вас в вашей роли почему-то это не реализовано. Вот. Ну, короче, я вас прошу сначала попробовать создать книжную полку, возможно, тогда появится. Вот, то есть, хотя бы одну книжку занести в книжную полку. Вот. Ну, короче говоря, по поводу текстового ответа я высказал свое мнение. Это уже как бы такие тестологические вещи. Ольга, давайте мы сейчас в процессе вебинара не будем этот вопрос рассматривать, да? Тем более, что у меня сейчас показа экрана нет. Я могу вот только перейти вот сюда вот, да? Давайте. Минутку. Вот видите, тут выберите действие кнопку. После того, как вы выберете какой-то учебник, вы нажимаете на «Выберите действие», и там должна быть строка «Добавить на книжную полку». Вот таким вот образом формируются книжные полки. Так, давайте я перейду назад. «Добавить на книжную полку» Далее. Вы можете использовать мультимедиа-объекты в своих тестовых заданиях. Причем, как в поле вопроса, так и в поле ответа. Другими словами, например, может использоваться какая-то картинка, ну, не в качестве, конечно, вопроса, а в качестве дополнения к вопросу. И могут использоваться картинки в качестве ответов. Но не только картинки, а какие виды мультимедиа могут использоваться и как. Вот такие. Значит, может использоваться картинка с компьютера, загружаемая, может использоваться картинка по прямой ссылке из интернета, то есть воспроизведется картинка ну, там, с другого сайта, например. Не забывайте, правда, при этом про авторские права на эту картинку. Дальше. Видеофайл до 20 мегабайт с компьютера может быть загружен. Может быть загружен видеофайл по ссылке с YouTube. Ну, и точно так же аудиофайл может быть загружен с компьютера размером до 20 мегабайт и аудиофайл из интернета по прямой ссылке. Если это чужие работы какие-то, не забывайте как минимум ссылаться на них. Либо вообще выяснять, не нарушаете ли вы авторские права, публикую данное произведение. Ну, например, если аудиофайл является популярным популярным произведением аудио, на которое права еще сохраняются, тут я бы поостерегся. Вот. Значит, давайте так. Если у кого-то что-то нет, есть такой вот адрес help. Вот так вот. По этому адресу админы вам все на этот вопрос ответят. Дело в том, что EBS существует в том количестве клонов, сколько у нас подписчиков. Подписчики в разное время подписывались и, возможно, варианты. Видео сайта Директ Академии можно? Да, можно, конечно. Чем оно отличается от других? Более того, я хотел бы отметить, что Директ Академия свои вебинары размещает даже не под лицензией YouTube, которая более жесткая, а под лицензией Creative Commons. Это означает, что вы, ссылаясь на авторов, можете эту информацию где угодно размещать. Более того, можете ее даже делить на части, скачивать, делить на части и делать из нее какую-то свою собственную нарезку и свое собственное производное произведение. Не забывая только на автора ссылаться по правилам лицензии Creative Commons, которые у нас в Гражданском кодексе, в его четвертой части легализованы уже семь или восемь лет, по-моему. Вот. Это, что касается возможностей. Да, ну, вот так вот, например, выглядит в конструкторе тестов вставка картинки. Вот. Ну, тут такой вопрос может быть достаточно странный, больше напоминающий вопрос определения ботов. Да, сколько мостов на картинке. Вот. Выбираете тут пропорцию, сохранение пропорций, ширину, высоту, к которой надо привести эту картинку, потому что она может быть какой-то гигантской, что вам не надо. Да, очень важный пункт, то, что текстовые тесты, которые без мультимедиа, можно импортировать и экспортировать в формате gift. Например, если вы сделали тест в EBS, вы, а потом хотите его использовать в какой-то системе дистанционного обучения, например, в Moodle, вы можете весь тест, все там, допустим, 500 вопросов экспортировать в формат gift, а потом импортировать в Moodle, и Moodle их заберет себе. Вот. Формат gift, если кто-то не знает, это очень простой текстовый формат с простейшей разметкой, в котором сохраняются тестовые задания. А если кто-то такого формата не знает и занимается тестированием, то обязательно посмотрите, он очень прост и позволяет вам сэкономить массу сил при переносе ваших тестов. Вот. Сами тесты после того, после модерации появляются в каталоге EBS. Вот здесь вот есть отдельный пункт тестовые задания к вузовским курсам, например. И дальше по разделам гуманитарные науки. Вот вы видите тестовые задания по такому-то предмету, по такому-то и так далее. Вот. Мультимедиа позволяет загрузить картинки не только фотографии, но и, разумеется, картинки формул. И это делает тесты более приспособленными под технические науки. Вот. В этом случае можно использовать формулы для того, чтобы их отображать и в вопросах, и в ответах. Да. Ну и аудио и видеокомпоненты сделаны специально, чтобы создавать тесты по аудированию для языковых специальностей. То есть тут уже можно каким-то образом работать и с произношением, и с аудированием, с разными такими вещами, которые требуют озвучивания. Ну вот, по поводу тестов, наверное, все. Хотел бы, да, давайте перейдем к следующим пунктом. Пару слов о Директ-Академии. Почему о Директ-Академии? Ну, потому что мы являемся прямым воплощением понятия онлайн-обучения. Мы уже онлайн-обучение как таковое, и поэтому для тех, кто не знает, что мы, Директ-Академия это онлайн-школа и площадка бесплатных вебинаров, которые действуют в компании Директ-Медиа уже шестой сезон, ну, под сезоном мы понимаем с сентября по июнь, время, когда проводятся занятия в вузах и школах. Вот наш сайт Директ-Академия.ру Ну и сколько у нас 1300? Я вот подправлял сегодня ссылки 1300 приведенных вебинаров, 50 проведенных курсов, 200 спикеров через нас прошло и примерно наверное уже больше 70 тысяч, там трудно считать участников вебинаров. на Ютьюбе, как я говорил, у нас примерно 9500 подписчиков и более 1500 часов, точнее посчитать, сколько уже побольше, наверное, часов записи на Ютьюбе, вот, по этой ссылке можно подписаться на нас, вот, ну и наконец я хотел бы рассказать тоже нашим, так сказать, акте онлайн обучения, это наш курс, который должен начаться послезавтра, профессиональная работа ВБС, университетская библиотека онлайн, давайте я еще раз ссылочку на этот курс вам дам и несколько слов о этом курсе скажу в конце сегодняшнего вебинара. Итак, вот этот курс, а сейчас я пока загляну во вкладку вопроса, нет, ага, глобус шикарный на втором слайде, как сделали, ну, Вера, я просто его позаимствовал эту замечательную картинку, Александр, Александр Александрович, добрый день, поясните, пожалуйста, как начисляется гонорар правообладателю при копировании фрагментов его книги, при копировании никак, потому что возможность использовать кусочек книжки для собственных нужд без перепубликации, она не является каким-то таким специальным актом, то есть человек просто читает по-другому, он читает не с экрана, а может себе распечатать и читать отрывок, а вот когда отрывок вставляется в открытое место где-то, там я объяснил, как происходит начисление гонорара, просто считаются все страницы, которые высветились на экранах всех пользователей и соответственно при исчислении гонорара правообладателю этот счетчик приравнивается к тому, что ВБС, то есть что ВБС, что в открытом месте, но вставка строго ограничена тремя страницами. Так, я тогда с вашего позволения продолжу. Итак, наш курс, который мы замыслили, называется «Профессиональная работа ВБС-университетская библиотека онлайн». Отличаться он будет от наших вебинаров тем, что, во-первых, он будет более продвинутым и больше займет место, то есть более детальные будут вебинары у нас, а во-вторых, возможностью пользователей, поучаствовать в работе ВБС. Будет сделано специальное ВБС для курса, в которой пользователи курса смогут, участники курса смогут участвовать в роли преподавателя и в роли библиотекаря, чтобы ознакомиться со всеми возможностями и при этом не испортить ничего в ВБС. то есть если в вашей ВБС, которая стоит у вас в ВУЗе, вы не можете свободно смотреть, как что работает, потому что можете что-то испортить, особенно в роли библиотекаря, где все возможно, то здесь будет специальная область для того, чтобы вы могли все пробовать. у нас будет 8 тем, 8 вебинаров, 6 практикумов специальных, ну и курс 72-часовой по почасовке. Курс будет проходить по вот этому расписанию 22, 24, 27 декабря, а дальше после праздников 10, 12, 14, 17 и 25. Ну, это опустим тут. Для кого этот курс, да? Прежде всего для преподавателей и библиотекарей, для учителей, руководителей и сотрудников библиотек, для тех, у кого установлена институтская библиотека онлайн, или те, кто собирается приобрести ее, я имею в виду юридические лица методистов, молодых ученых, аспирантов. Ну, давайте я тоже этот пропущу, вы почитаете это на лендинге нашего курса. Организатор этого курса и одновременно автор, коллективный автор этого курса компания Директ Медиа, мы обладаем образовательной лицензией, поэтому можем выдавать не только сертификаты, но и господи, забыл, как это называется, официальные документы установленного образца на курс, удостоверение установленного образца на курс 72 часа. Вот обращение авторов, сейчас я про авторов расскажу отдельно, позволю себе зачитать свое обращение. Главная идея курса собрать в одном месте многочисленные материалы, описания, инструментария и примеры для тех, кто хочет освоить работу ВБС университетская библиотека онлайн на профессиональном уровне. в курсе мы попытались соблюсти баланс между простотой изложения и последовательным и глубоким освещением материала. Стоимость курса, кстати, ранняя стоимость, вот эта, которая зеленым, она продолжена и до начала курса вы можете воспользоваться вот этой стоимостью, плюс та скидка, которую я вам обещал. Чем отличаются формы участия слушателя от активного слушателя? Активный слушатель получает консультации преподавателя по выполненным заданиям, участвует в группе, имеет доступ к учебной ЭБС, получает помощь в выполнении практикумов, получает сертификат активного слушателя на 72 часа, не только на прослушанные часы, 16 часов, а также в стоимость входит удостоверение о повышении квалификации при успешном завершении курсов, то есть при выполнении практикумов и получении зачета. Есть также вариант VIP, который подразумевает еще два часа индивидуального консалтинга. при групповом участии юридическому лицу предоставляется соответствующие скидки на число участников. вы получаете вот такие вот сертификаты. сертификат активного слушателя на 72 часа. Вот так он выполнен примерно. Обращаю ваше внимание, что это сертификат активного слушателя. Активный слушатель это форма принятия участия в курсе, плюс необходимо получить зачет. То есть просто так прослушав вы не получите такой сертификат. Плюс вы получаете вот активный слушатель получает вот такое удостоверение о повышении квалификации от компании Директ Медиа. Кто авторы? Генеральный директор компании Директ Медиа Константин Костюк. Он прочтет первый и последний вебинары вебинары теоретического плана такого вот про ЭБС вообще то есть такие вводные в курс вебинары. Я ваш покорный слуга проведу три вебинара практической части по пользованию функционалом ЭБС. Ну и Татьяна Телегина одна из авторов курса проведет тоже три вебинара тоже практические вебинары с таким погружением более подробным погружением в процессы поиска библиографического описания и так далее. Программа курса состоит из восьми тем. Вот здесь первая и восьмая темы это темы Константина Николаевича Костюка. Темы со второй по четвертую это мои темы и темы с пятой по седьмую это темы Татьяны Телегиной. Подробнее как я уже говорил а давайте я вам сейчас дам еще возможность скачать PDF по ссылке прямо сейчас. сейчас это подробная программа курса. Вот ну и собственно вот ровно 13 часов у меня как раз слайды закончились ваши вопросы. Так Ольга задает вопрос простите и все-таки по вкладке действия предполагается только избранное и описание в русмарк и значит пишите в help возможно в вашей версии EBS пока не включена книжная полка почему не знаю вот функционал давно уже работает по какой-то причине вам недоступна не знаю вот help direct media ru сейчас подождите уточню одну минутку тот ли адрес я вам дал да все верно help direct media ru это наша служба поддержки админы они точно вам ответят когда вы скажете что у вас за EBS то есть какой вуз у вас или какая организация у вас посмотрит вашу версию и тогда скажет вам почему у вас нет книжной полки вполне возможно хотя вряд ли это связано напрямую с территориальным с территориальной принадлежностью вот так вот прямо напрямую это может быть просто связано что вот в момент внедрения у вас конкретно что-то что-то было выключено какие-то сервисы они включены или выключены в зависимости от конкретной версии EBS конкретного вуза в основном то они у всех да но вот некоторые версии бывают сертификат выдается сертификат по курсу выдается бесплатно ну то есть входит в плату за курс сертификат об участии в сегодняшнем вебинаре стоит 199 рублей кстати хорошо что вы напомнили и я располагаю вот эту вот запись в нашем сертификат в нашем чате о том что сертификаты будут выданы примерно через 3 минуты после окончания нашего сегодняшнего вебинара приобрести можно вот на этой странице это страница поисков которые выводятся свою фамилию имя отчество точно так как вы зарегистрировались либо лучше введите тот мейл под которым вы зарегистрировались вам высветится все вебинары которые вы посетили выбираете последний вебинар этот вот конкретно щелкаете по нему появляется кнопочка оплатить после нажатия на нее всплывает юкасса которая предлагает несколько по моему около полутора десятков возможностей разных способов оплаты после оплаты если это быстрая оплата то есть не выписка квитанции какой-то и так далее в частности при оплате по карте через несколько минут уже информация поступает к нам и далее поступаете точно так же находите себя находите вебинар и кнопочка оплатить превращается в кнопочку скачать стандартная операция в основном для всех проходит безболезненно если не сразу появляется после вашей оплаты кнопочка скачать подождите пожалуйста несколько часов транзакция может быть в пути просто не не дойти до нас еще если в течение суток ничего не пришло пишите нам мы решим вопрос обязательно вы обязательно свой сертификат получите не останетесь без него вот ну что ж у меня на этом все спасибо за внимание спасибо что пришли и послушали приходите на вебинары директ академии до конца года еще будет достаточное количество вебинаров я наверное сегодня еще пока рано поздравлять всех с наступающим новым годом еще дела не доделаны но тем не менее так как я больше не появлюсь я желаю вам успешного завершения текущего года а конкретно я как спикер встречусь с вами уже в новом году всего доброго до новых встреч в директ академии до новых встреч